Опасное инфекционное заболевание, корь, в Петербурге. Заболели 8 человек. Вроде бы не серьезные цифры, если бы не особенности вируса. Распространяется он молниеносно. Стоит заболеть одному человеку, и симптомы появятся у всех соседей. Мария Марченко изучила и симптомы, и последствия этой болезни. Петербуржец вместе с сувенирами из новогоднего Китая привез опасную инфекцию. Корь заразил родных и соседей, тех, кто не был привит. Таких в доме набралось 7 человек. Некоторые отказывались от вакцинации, даже узнав о том, что больны. Осложнение у кори тяжелые от пневмонии и отита до поражения нервной системы. Есть редкое осложнение, оно называется подострый скайрозирующий панэнцефалит. Когда постепенно повреждается нервная система, захватывая все новые и новые ее части, и человек потихонечку становится парализован, потом он не может глотать, дышать и умирает. Причем это заболевание может развиться не сразу после перенесенной инфекции, а через несколько лет. Поначалу симптомы у кори такие же, как у простуды. Кашель, насморк, высокая температура. Только на пятый день вирус проявляет себя полностью. Главный признак кори – это специфического вида сыпь, это пятна и узелки, которые четко, этапно появляются. Первые сутки головах, может быть руки, вторые сутки туловища, третьи сутки ноги. В дореволюционной России от кори умирали целыми деревнями. Эпидемии случались вплоть до изобретения вакцины в 1964 году в США. Успех от прививок был так велик, что Всемирная организация здравоохранения всерьез заявляла – корь на планете исчезнет. Возможно, так бы и случилось, если бы не компания против этих уколов. Юлия Ковалева, мама троих детей, не делает прививки из принципа – считает массовую вакцинацию опасной для здоровья. Где-то 15 лет назад, когда я пыталась отказаться от прививка у иммунолога, иммунолог мне сказала, что мы как такого рода стадо, нам нужно всем прививаться для того, чтобы выжило большее количество. То есть, если один погибнет, ничего страшного. Я говорю, а если погибнет наш ребенок, ваш ребенок. Авторитетное медицинское издание британский журнал «Ланцет» в 90-х опубликовал статью, что вакцина от кори вызывает аутизм. Но достаточных исследований не представил. Несмотря на это, родители поверили, стали массово отказываться от прививок. Поэтому, считают врачи, корь вернулась. То, чего боятся родители – поствакцинальный энцефалит действительно бывает, но только у тех детей, которые страдают первичным иммунодефицитом. То есть, с рождения очень часто болеют. Диагноз обычно ставят еще до года, и таким детям прививку от кори не делают уже сами врачи. Вакцинация – это единственная защита от кори. Специального лекарства не существует, и современный уровень медицины совсем не гарантирует, что болезнь не закончится летальным исходом. В Европе в прошлом году от кори умерли 72 человека. Родители решают за детей вопрос, как они будут впоследствии жить без этих прививок. Мы своим детям, естественно, делаем все, что положено прививке, а в принципе, нам даже больше делать. Детям прививки от кори делают дважды в год и в 6 лет. Взрослым, если они не помнят, была вакцинация или нет, лучше сначала сдать анализы крови на антитела. Комитет по здравоохранению уже принял решение после вспышки кори вакцинировать всех принудительно. Это 16 тысяч человек, которые ранее взяли медотводы от прививок. А в Роспотребнадзоре говорят, там, где не помогут уговоры, пригрозят административной ответственностью по статье «Преднамеренное заражение».